Самый высокопоставленный педофил в истории Великобритании, бывший премьер-министр страны, некогда один из самых влиятельных мировых политиков, а ныне уже покойный сэр Эдвард Хитт, обвиняется в изнасиловании мальчиков. Что это охота на ведьмы или поиски справедливости, выясняла Светлана Чернецкая, наш британский СОПКОР. Он пользовался услугами мужчин по вызову, насиловал детей и домогался подростков. Британская полиция расследует около 40 заявлений против бывшего премьер-министра страны. Сэр Эдвард Хитт скончался 12 лет назад и только в последние годы стало известно об ужасных обвинениях против него. Считается, что полиция знала о злодеяниях Хитта еще на заре его карьеры, но покрывала перспективного депутата, ограничиваясь предупреждениями. Сейчас Скотланд-Ярд настроен более чем решительно. Конечно же, без суда назвать экс-премьера виновным в педофилии нельзя. Но доказательства против него очень серьезные. В частности, по семи случаям изнасилования мальчиков в возрасте 11, 14 и 16 лет. Во время этих преступлений Эдвард Хитт был министром труда, лордом-хранителем печати, а затем главой консервативной партии и непосредственно премьером. У нас есть убедительные и очевидные причины для расследования подозрений против сэра Эдварда Хитта. Обвинения против него предельно серьезные и представлены многими людьми. С учетом этих обстоятельств расследование против бывшего премьер-министра обосновано, даже несмотря на его смерть. Сэр Эдвард Хитт личность историческая. Кавалер одного из старейших рыцарских орденов в мире, ордена подвязки. Он, без сомнений, был очень влиятельным мировым политиком в начале 70-х. Это при нем. В 1973 году Соединенное Королевство вступило в Европейский Союз. А преемницей Хитта была знаменитая железная леди Маргарет Тэтчер. Полвека он прослужил депутатом палаты общин. Многие друзья и бывшие коллеги сэра Эдварда считают, что нет смысла после смерти политика очернять его имя. Мол, он не может постоять за себя и опровергнуть обвинения. Но полиция настаивает на необходимости довести дело до конца. Тем более, что многие из жертв все еще живы и заслуживают справедливости. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер.